Привет! В этом видео я буду обсуждать тему анатомии в моей стилистике и построение тела в целом. Мне говорили, что пропорции в моих рисунках достаточно приближены к реальным. Ну, кроме головы, конечно. Также меня очень много раз спросили сделать подобное видео, так что я расскажу о том, как я, именно я, рисую анатомию. Ну, и, конечно, постараюсь объяснить основу, то есть рассказывать о мышцах прям детально не буду. К слову, в рисовании анатомии я самолучка и до сих пор изучаю всякие мелочи, ну, и беру на заметку кое-что соответственно. Знаю, что это крайне рискованно делать подобный видос, хоть это и не гай, но все же постараюсь объяснить все важное о том, как это делаю именно я. За время видео вы сможете узреть несколько диджитал спидпейнтов на фоне, именно несколько спидпейнтов, потому что в последнее время я рисую чересчур быстро, да и рисунки на фоне не прям сложные, будем честны. Так что наливайте чайок, берите печеньки, усаживайтесь поудобнее, хватайте питомца с собой, а я начинаю болтать. Минутка саморекламы. Я тут, конечно, ни на что не намекаю, но у меня вот тут телеграм-канал есть, где я спойлерю видос, рисую скетчи и делюсь какими-то отрывками из своей жизни. Также провожу лотерей периодически. Заказывайте комишки, пожалуй, стал тем более недорогом. Все ссылки в описании. Голова. Наверное, это самая не анатомичная часть тела в моих рисунках, но даже в этом случае есть какая-то логика, и это выглядит гармонично. Я начинаю рисовать эскиз с головы, всегда, иначе никак. Начинаю с боковой линии, неважно, это три четверти или прямо и так далее, просто провожу линии, щеки и подбородка. Кстати, очень важно рисовать такой кружочек, это ваша боковая часть головы, там находятся уши и линия волос. Вообще, тело взрослого человека это 8 голов, но в моем стиле это обычно не более 6 взрослого. Но мы поговорим об этом чуточку позже. В целом, если говорить про линию волос, то ее желательно тоже на эскизе наметить, но я такое не часто делаю. В основном такое делаю, когда не могу понять, как нормально нарисовать лоб. Вот так выглядит линия волос. Вот эта выемка присутствует у большинства людей, по крайней мере, у меня она точно есть, и с большой вероятностью у вас тоже. Также вот вам картиночка, как рисовать уши. Я отлично их рисую более упрощенно. Форма головы у разных полов, вот так сюрприз, будет отличаться. Зачастую, но не всегда, у мужчин подбородок будет шире и мощнее, нежели у женщин. В моем стиле это более ярко выражено, нежели в реализме. А ну, я как главный любитель острых подбородков снова тут. Ну, не люблю я такой овал лица, мне больше форма треугольника по душе. Так вот, с формой относительно разобрались. Переходим к чертам лица. Нос и подбородок более острый. Такой стиль хоть и не анатомичен, но очень хорошо передает эмоции. Конечно, если взглянуть на мемные картинки с людьми, то там тоже будут яркие эмоции, но и явно проигрывающие по уровню комичности в сравнении с стилизацией. В рисунке можно нарисовать рот на пол головы, а в реальности такое не прокатит. Голова в профиль более вытянутая, то есть не круглая, как шарик. Нижняя часть лица у меня специально вытянутая. Три четверти, если глаз находится дальше от зрителя, то он не будет вертикально меньше, а лишь станет более приплюснутым горизонтально. Но тут от перспективы зависит. Сейчас я говорю просто об обычном построении. Так что на анатомии лить в своем стиле не стоит равняться, если вы только учитесь рисовать и изучаете азы анатомии. Просто к сведению. Теперь поговорим про челюсть. Да, я очень часто сама игнорирую эти правила для упрощения стиля. К примеру, на экране вы видите рисование челюсти с разных ракурсов. Да, оказывается, чтобы нарисовать рот, нужно уметь рисовать что-то больше, чем две белые полоски и розовый язык. Думаю, на этой теме долго задерживаться не будем. Переходим к следующему пункту. Прервемся на спонсора. Сегодня мне прислали на обзор свой графический планшет компания Парпла. Это планшет Интангва и он из двух расцветков, фиолетовой и черной, а также размером М с рабочей областью 10х6 дюймов и С с рабочей областью 7х4 дюйма. В комплект входит сам планшет, стил с подставкой, перчатка, тряпка для протирания планшета, кабель и два переходника с USB на Type-C и на Micro-USB для подключения к телефону. Еще мне положили наклейки и книжную закладку в подарок, что очень приятно, потому что я лично обожаю наклейки. Планшет можно использовать с компьютерами на Mac и Windows, а также на устройствах Android. Силус имеет 8192 уровня нажатия и может работать под углом до 60 градусов. В размере М на планшете 8 программировых кнопок и колеса. Покупить этот планшет и другие устройства от компании Парпла вы можете по ссылке в описании и с промокодом Aurora10, который даст вам 10% скидку. Ну что ж, вернемся к видео. Шея. Шея моей стилистики более худая и длиннее, нежели реальная шея. Мышцы не так ярко выражены, хотя вот у мужчин в моем стиле шея как раз-таки более-менее реалистичная, с такими пропорциями. У большинства мужчин и у некоторых женщин присутствует кадык. Вот эта штычка, не забывайте о ней. Я попыталась найти некоторые картинки, связанные с мышцами шеи, в качестве примера. Но да, для меня это не прям актуально, ведь я почти не рисую что-то мега реалистичное. Но для общего развития сойдет. Плечи, грудная клетка и торс в целом. Зачастую, но не всегда, женский торс менее мощный, нежели мужской. Так что рассмотрим оба тела по очереди, а потом сравним. Иногда я себя ловлю на мысли, что рассказываю абсолютно очевидные вещи. Но допустим, начнем с женского тела. После того, как я нарисовала шею, я рисую ту самую мышцу между уголком плеч и шеей. Зачастую это не прямая линия, потому что у разных людей разный процент мышц, а соответственно эта мышца может быть более ярко выражена. После чего рисую квадратное плечо, а почему бы и нет, и провожу линии тела, которая проходит ровно посередине туловища, то есть через середину ключиц, солнечное сплетение и до пупка. Обычно женские плечи компактнее, нежели у мужчин, но тут от случая к случаю, как говорится. Потом я вывожу форму груди и спину. Грудь, кстати, это не просто круглый шарик, а как шарик с водой, который взяли за уголок и гравитация тянет воду к земле соответственно. То есть это больше форма груши. Это мы вот говорим про естественную грудь. Импланты вообще могут быть хоть треугольными. Если брать человека в три четверти, то важно не забывать о спине и вот об этом расстоянии. Оно тоже у вас есть. Рисуем ребра, выводим талию, если это нужно, и переходим к тазовой кости. У женщин она зачастую шире, чем у мужчин. Также присутствует такая небольшая впадина. Та самая впадина, которую кто-то считает несуществующей, а кто-то наоборот пытается доказать ее присутствие. Странно, что по этому поводу до сих пор идут срачи. К примеру, у меня эта впадина есть. У меня нет лишнего веса, поэтому ее относительно хорошо видно. Мужское тело по своему строению шире в плечах, грудь меньше по форме, а спина шире. Тазовая кость уже соответственно. Если брать во внимание вид со спины, то также присутствует линия позвоночника и лопатки, ну а также прочие мышцы, если они ярко выражены в случае постоянных физических нагрузок. Ну и ситуация сбоку. Думаю, у вас уже появилось такое чувство, будто вы сейчас сидите на руках к ладошке. Руки. Далее я рисую руки. Рука делится на три части. Часть от локтя будет чуть короче, если не брать в счет ладонь. А с ладонью та часть будет больше соответственно. Ладно, теперь перейдем к вкусненькому, а именно к ладошкам и тому, как я их рисую. У меня есть такой прямоугольник и пять сосисок. Каждая сосиска состоит из трех частей. Если брать основную четверку, то первая фаланга всех тех четырех пальцев приблизительно одного размера. Ну а вторая и третья фаланга разнится от мизинца до среднего пальца. Вообще, это не совсем прямоугольник, а скорее такая трапеция с одной округлой стороной. Лично у меня все три фаланги мизинца почти одинаковые по размеру. Большой палец вообще самый странный из пятерок. Тоже три фаланги, но абсолютно другой. В основе он шире. Самый короткий палец из четверки это мизинец. После него на втором месте безымянный и указательный, а на первом месте у нас средний. У меня, например, указательный палец длиннее, чем безымянный, но у всех по-разному. Но это должно быть не больше лица, но тут зависит от вашего стиля. Я вот стараюсь придерживаться этого правила по возможности, но не всегда это к месту. Иногда рука больше лица, а иногда меньше. Также важно не забывать про костяшки, это тоже очень важно. Если говорить про форму рук у разных полов, то у женщин зачастую пальцы худее и в целом ладонь менее мощная на вид. Я раньше рисовала абсолютно одинаково, что женскую, что мужскую руку. Береже и справляюсь. Также в моих рисунках ногтевая пластина больше, чем в реальности, тоже как часть стилизации. Я очень люблю рисовать руки. Я и свои руки люблю, так что хорошо изучила анатомию на себе таким образом. Ноги. Ноги состоят из трех частей, так же как и руки. От верха к низу ноги будут сужаться. В идеале стопа должна быть не больше головы, но этим можно пренебречь в стилизации. Сами же ноги должны быть не длиннее, чем туловище и голова вместе взятые. Пожалуйста, не напоминайте мне про мои старые работы, где туловище было очень коротким. Я знаю, что это не анатомично, я уже исправилась. Как же важно рисовать пятку. Да, я раньше не рисовала пятку нормально. Как хорошо, что однажды меня в этом сказала учительница. Добавлю инфу про зад. Он тоже не круглый, как и в случае с грудью. Гравитацию на земле пока никто не отменял. Общие пропорции. В процентном соотношении голова ребенка больше в сравнении с остальным телом, нежели у взрослого человека. Вообще, голова ребенка не младенца, чуть меньше, чем голова у взрослого. Селедация голова ребенка у меня более круглая и менее вытянутая. У ребенка плечи и таз уже, а талии вообще нет. То есть такой вот прямоугольник. С руками и стопами подобная ситуация. Они тоже визуально будут больше выглядеть у ребенка, чем у взрослого в сравнении. Фигура. Я думаю, вы видели кучу картинок в стиле фигура формы груши, форма треугольника и прочее. Также не забывайте, что гравитацию никто не отменял, так что кожа и в целом подобные детали будут немного свисать. Долго задерживаться на этом пункте не будем. Тут все крайне очевидно. Практика анатомии. Для практики в анатомии можно изучать себя, как бы это странно ни звучало, залипать на видео спортсменов в интернете и то, как работают их мышцы, рисовать с натурой и изучать людей в общественном транспорте. В последнем, будьте осторожнее, а то станьте главным фриком вашего района. Ну, представьте, вы стоите в автобусе, а вас пожирают взглядом. Не у всех же появляется первая мысль, что это художник. Смотрите видео гайды, изучайте туториалы, но желательно это исследовать самостоятельно, так ошибок меньше будет. Ведь в гайдах тоже могут быть ошибки, даже в этом видео, кто знает. Можно изучать построение на классических картинах и пытаться повторить позу и ракурс, но исключительно в учебных целях. Тело в движении. Для многих новичков проблематично рисовать динамичные позы. Чтобы рисовать тело в изгибах и движении, стоит наблюдать за поведением реальных людей. Ну, и зреть видосы со спортсменами и танцорами, как я уже говорила. В описании к видео я оставлю пару ссылочек на несколько сайтов, где можно попрактиковать рисование анатомии. Нет, это не реклама, никто у меня ее не покупал в этот раз. Итоги. Анатомия это не простая штука, и одним лишь таким видео я, к сожалению, не смогла объяснить все азы. Но зато рассказала относительную основу моей анатомии. Ну, в смысле, не моей, а анатомии на моих рисунках. В общем, вы поняли. Анатомия сама себя не прокачает, так что практикуемся. Даже если просмотр каждого отложится в вашей голове, то все равно важно это закрепить практикой. На одних лишь для дел, как далеко не уедешь. Я вот относительно недавно научилась и мужскую анатомию рисовать так же хорошо, как и женскую. А это успех. Я делаю зарисовки в диджитале почти каждый день, чего и вам советую. Благодарю за просмотр. Надеюсь, все успели выпить свои чаи, погладить кота, даже если у вас его нет, и узнать что-то новое. Ну, и до новых встреч на этом канале. Пока!